Последнее предупреждение. Так можно назвать рейд по общественному транспорту. Были пассажиры без масок, переполнены автобусы и маршрутки. Пока всех только предупреждали, но следующая проверка может обернуться штрафами и даже приостановлением работы общественного транспорта. Подробности далее. Только в маске и только сидя. Это, в общем-то, вся суть той части постановления, где говорится про общественный транспорт. С 15 июня водители не должны брать пассажиров больше, чем могут позволить посадочные места. И здесь горожане разделились на два лагеря. На работу-то нельзя опаздывать. Вот что плохо. Я езжу на 14 маршруте и бывает, что больше народу. Получается, даже кто-то стоит. А всем надо ехать. Сажусь на тот, где более свободно. Без стоящих мест, чтобы сидеть, соблюдать расстояние положенное. А если опаздываете куда-то, торопитесь? Все равно пропущу. Здоровья вождение. К сожалению, не все такие ответственные. Уже в первый день нарушения. Популярная среди горожан девятка переполнена. Участники рейда едва могут протиснуться в салон, чтобы сообщить. Так ездить нельзя. Ездим только по посадочным местам. Когда убедительная просьба, больше автобус отпускайте. Замечание справедливое. Мест в маршрутке или автобусе всем не хватит. И это не теория. Доказано на практике в период карантина. Тогда петропавловцам пришлось не сладко. Как и водителям. Им и за дорогой следить нужно, и за пассажирами. Стоячих людей принимаете? Нет. Без масок принимаете? Ну, я им говорю, нет. Они просто маска заходят, снимают, вот он в том маске одевает. Салон обрабатываем, пассажиры в масках. Сами в масках. А принимаете стоячих людей? Нет, видите, никого нет. Высадят. В масках все катаются. Я без масок не беру, потому что штрафуют же нас за это, самих шоферов. Люди-то, как правило, сознательные. В большинстве своем. За несознательных петропавловцев штраф платят водители. А вот пассажиру только предупреждение. Вот и бери после этого горожанина без маски. В период пандемии те, кто за баранкой, нервы, конечно, закалили. С усилением ограничительных мер снова все шишки на их головы. Негатив со стороны населения все же в первую очередь будет в адрес перевозчиков. Люди не понимают того, что это не исходит от перевозчиков, да, эти требования. Все-таки оставляют за собой право обвинять именно нас в этом, что они не могут добраться вовремя на работу. Единственным путем решения, наверное, на сегодняшний день, это было бы увеличение, значит, количества транспортных средств на линии. Оказывается, сейчас около 40 автобусов и маршруток остались без водителей. Многие нашли другую работу во время карантина, когда общественный транспорт прекратил движение. Сейчас есть вероятность повторения такого сценария. Я понимаю, да, в настоящее время у нас есть недоработки, что люди ездят именно в час пик, утром, в обед и вечером. Что бывает, что стоячие места убедительна, просьба горожан и гостей города соблюдать требования санитарного врача. Если данные требования будут игнорированы, возможно, будет приостановлен общественный транспорт. Мера вынужденная, говорят в городском Акимате, на ситуацию могут повлиять только сами петропавловцы. Сейчас нужно проявить немного терпения и соблюдать правила, и уж точно не винить водителей. Айгири Мукашева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.